Существуют места, буквально притягивающие внимание не только жителей города Магнитогорска. Это гордость города Металла. Это наши горнолыжные центры. И они обрастают должной инфраструктурой. Жилищный комплекс Алтенай – один из них. Он располагается в аккуратно против горнолыжного центра Металлург-Магнитогорск. А сегодня и сейчас это еще и место, где вы можете не только отдохнуть телом, а дать возможность душе развернуться. Душе сытой и довольной от послевкусия настоящей армянской кухни. Это завершающий сюжет из серии рассказов про ресторан армянской кухни «Акташ» жилищного комплекса Алтенай. Ну, это не жилищный комплекс, это гостиница, по сути, очень уютная. И самое хорошее – это завершение все-таки чайку попить. Горнолыжный сезон, который уже открыт, навевает вот эти самые интересные мысли. О том, что некоторые места, вот прямо за моей спиной, они хорошие, но кушать там дорого. То есть с горных вершин Урала спустившись на горных лыжах, в принципе, при большом желании, можно и до суда докатиться, если напрямую идти, то вы приезжаете, и вот это самое замечательное место, где все стоит очень дешево и все это очень вкусное. Мало того, здесь еще и весело, потому что с душой здесь работают. И в очередной раз промоем косточки тем, кто уже скоро перестанет чувствовать себя так вольготно. В городе Магнитогорске Макдональдс откроется, и все, кафешка Пикерец. Макдональдс на банном не откроется, тем более, что здесь вообще больше-то и покушать-то особо негде. То есть заехав сюда, прямо-прямо напротив, да вы его с горы видите, этот комплекс. Вы, гости города, те, кто приезжают, можете попробовать всегда что-то оригинальное. Помните, мы вам показывали варенье из кукурузы? Оно стало не менее вкусным, но вот чайочек, фирменный армянский, с трапочками, вот только здесь. Чай непростой, чай для тех, кто хочет снизить давление. Кстати, очень актуально, допустим, я гипертоник, все-таки вы на высоте находитесь. Приехали, и перед тем, как покататься, и после того, как и в процессе, ехать далеко не надо. Выглянули сюда, подняли себе настроение, добавили тонуса. Вот. И снизили давление, очень вкусно. Небольшой любитель я чая, но такой чай пил бы и пил. Так что вы можете сами прикинуть. Покушать здесь, это всего лишь стоимость, ну, нескольких подъемок на горнолыжке. Здесь реально вкусно и качественно. И главное, что тут понимаешь, что можно отдохнуть и душой, и телом. Не за дорого. Вообще, надоело платить большие деньги. А когда рядышком есть и замечательный, практически лучший в мире горнолыжный комплекс, ну, без зазрения совести, потому что, ну, протяженность трасс позволяет. И есть такое место, прямо, в прямой видимости. Тут очень хорошо. Кстати, здесь также можно еще и Новый год встретить. Не дорого. Ну, для меня этот праздник еще продолжится. О празднике на каждый день поговорим и о конкретных днях новогодних. У этого ресторана, так вкусно кормящего столь ненавистную морду, есть дивное предложение. Корпоративные вечера в стиле умопомрачительного объедения. Но подумайте, стол из, внимание, 9 блюд и 3 бутылок за 3000 рублей на человека. И это в новогоднюю ночь. Естественно, простые посиделки выйдут дешевле. При этом вы сидите на свежем воздухе, вы едите действительно вкусно и правильно в смысле оплаты. И один маленький нюанс. На рекламу слоновью часть прибыли они не тратят. Лучше накормят вас, как слонов. Поэтому на круговом, возле горнолыжки, вы метровых байнеров не увидите. А найти это сытное место довольно просто. Вид на него открывается, если посмотреть в обратную сторону от нашей легендарной горы.